Итак, как первый раз пришедший в этот мир, давайте начнём с моей речи. Я считаю, что эльфы, как великолепнейшие лучники и бессмертные существа, которых мало, должны стать оборонными. Чтобы, если какой-то отряд смог прорваться среди вашей ряды, мы его расстреляли. Даже когда он даже не успеет подойти к нашим городам. Я считаю, чтобы наши войска, людей, стояли возле отрядов эльфов, когда эльфы, отряды тьмы, а гномы, стояли впереди, чтобы они отражали, кто проникнет к отрядам эльфов, то эльфы же не умеют драться в ближнем бою, их всех убьют. А люди быстро подхватят их. И мы как раз отличные бойцы, как в нападении, так и в бороне. Я предлагаю немного другой план. Поскольку люди действительно, они плохие в нападении и хорошей защите, зато гномы в атаке плохие, но хорошие в бороне. Поэтому я предлагаю поменять вас местами, чтобы именно ваша конница атаковала, разбила их легионы, разбили кусочки. А мы будем их расследовать издалека. А те, кто будет подходить... Ну, вашу армию... Подожди, подожди, я не перебиваю, прошу вас. Мессия. А те, кто будет подходить слишком близко, так что уже будет сложно его расстрелять, будут добивать гномы. Я предлагаю такой вариант. Мы будем стараться вас страховать. Просто в том, что наши люди, хоть и хорошей броне гномов, но при этом наши потери нельзя возместить. То есть мы поднесем армию, но придет еще одни вражеские войска, и мы не сможем тем же сделать. Вы как раз, наоборот, не прав. Это у нас, эльфов, жизненечественное цене, потому что у нас крайне мало. Вы будете стоять, взаде, отстреливать. Именно поэтому мы и будем стоять. Что наша броня непробиваемая, и вам ничего не угрожает. Прошу прощения. Именно поэтому мы и будем стоять сзади. Потому что у нас крайне мало. Каждая жизнь на вес золота. Потому что новый эльф рождается раз в столетие. А у вас в каждом столетии несколько тысяч рождается. Поэтому ваши потери на этой войне будут не столь критичны, как наши. Ваши потери могут сократиться в минимум, если мы будем стоять впереди от многих подходящих врагов. Кстати, мы пропустим где-то двух-трех солдат, да? А отряды гномов не смогут их поймать, потому что они будут слишком быстро. Они приберутся к вам и убьют всю вашу армию. То есть вы потеряете больше солдат, чем... Это глупость, что мы не умеем сражаться в ближнем бою. Мы хуже людей и гномов в ближнем бою. Однако мы умеем сражаться между ними. Эльбер, автор, мы расселяем их. Мы великолепнейшие лучи. Там солдаты орков, они один удар. В атаку пойдут люди, потому что на них непробиваемая броня. И люди... У вас больше непробиваемая броня. Люди самые умные. В плане брони я поддерживаю того, что... Но, боже, броня. Мы согласны, что ты самые умные, умнее, чем... Самые умные это эльфы, потому что... Мы и будем в защите. Да, вы будете в самом конце стоять. Главное, наши силы будут стоять резервы, чтобы если случись каким-то образом... Одну из армий разбили, наши лучники... Резко пришла громадная армия... Ну, как... Давайте решим, кто будет... Но при этом, если к вашей армии будут вынести орки, они с одним ударом могут вынести много ваших солдат одним ударом. Вы не хотите... Да, один ор. И при этом, если будут рядом стоять люди, они могут этих орков не дать вам подойти близок. Подождите, подождите, подождите. Подождите, подождите. Они же медленно, неповоротно. Они могут не успеть вам вашу армию больше всего. А дело в том, что... А что смогут сделать, смотрите. Подождите, прошу прощения. Я говорю, не перебивайте, пожалуйста. Мессия Гном. А... Это разговор взрослых людей. Я предлагаю сделать троянского коня и запихать туда, вовнутрь этих нас, гномов. А люди будут не рядом, свои непробиваемые броня. Ну, что делать, если... А потом, если, когда мы понадобимся, мы будем в резерве, мы выскочим. Может, лучше мы будем, потому что у вас броня больше не пробивает. Давайте отсудим. Потому что вас может ударить, ор. Вы ответите, ударитесь, и встанете, немного чухнётесь, и пойдёте дальше в бой. А что, что этот дном ударит? Этот дном ударит... Этот дном ударит... Подождите, подождите. Подождите. Этот дном ударит орка, и он ему вообще ничего не делает. Не откинет ничего. Но при этом стрелы эльфов очень острые. И когда вы будете стоять и стрелять орка, вы будете... А вы согласны, что мы будем сидеть внутри троянского коня и будем в резерве? Вы не хотите так? Нет. Просто смотрите, ваше броню... Это же план работает. Можно сказать. Да, которые закатили, потому что они были атакующими, мы защищающиеся. Так вы будете атаковать, я предлагаю... Подождите, пожалуйста, подождите. Давайте посмотрим на другой. Все согласны, что эльфы должны быть в обороне? Да, все согласны, что должны быть эльфы в обороне. И рядом с ними должны быть люди, потому что мы... И тогда у меня есть такой план. Подождите, подождите, пожалуйста. Подождите. Давайте по очереди с людьми. Да, вот. Дайте я скажу, пожалуйста. Я второй. Давайте тогда сделаем так. Орки поведутся... Мы сделаем вид, будто бы эльфов крайне мало. Ну, у нас действительно мало, но сделаем вид, что у нас еще меньше. Орки на это поведутся и попытаются отправить нам какой-то отряд. И в этот момент основные наши силы, которые будут прятаться в крепости, выйдут и расследуют этот отряд. И так мы будем делать несколько раз. Потом орки, конечно, додуматься, и тогда мы уже пойдем в атаку. Ну, не в атаку. Мы будем тогда уже расселять и далее. Ну, тем орков. Хорошо. Я вот такой план предлагаю. А мой план? Кто согласен? Кто согласен с моим планом? Ну, я согласен частично. Надо его доработать. Доработать с этим нескорее. Но в целом ты согласен с ним? В принципе, да. Но если будет доработка с моими... Смотри. Вот как будет больше эффективности? Гномы будут стоять впереди. У них же непробиваемая броня, и большая часть орков будет атаковать именно гномов. А люди и эльфы будут стоять. И если какие-то солдаты с малой вероятностью орков пройдут к эльфам, люди быстро выскочат с конницы и расфигачат все армии. Я предлагала начальник все-таки отправить им на конницу. Остальные ответы людей пускают... Стоп, игра. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.